Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем также тему создания мобильных приложений. Сегодня рассмотрим следующие вопросы. Визуальный дизайн интерфейсов, строительные блоки визуального дизайна интерфейса. Силы, вложенные в разработку модели, поведение программного продукта будут потрачены впустую, если вы не сумеете должным образом донести до пользователей принципы этого поведения. В случае мобильных продуктов это делается визуальными средствами путем отображения объектов на дисплее. Визуальный дизайн интерфейс – очень нужная и уникальная дисциплина, которую следует применять в сочетании с проектированием, взаимодействием и промышленным дизайном. Она способна серьезно повлиять на эффективность и привлекательность продукта, но для полной реализации этого потенциала нужно не откладывать визуальный дизайн на потом, а сделать его одним из основных инструментов удовлетворения потребностей пользователей и бизнеса. Дизайнеры создают объекты, которыми будут пользоваться другие люди. Если говорить о дизайнерах визуальных интерфейсов, то они ищут наилучшие представления, доносящие информацию о поведении программы, в проектировании которой они принимают участие. Придерживаясь целоориентированного подхода, они должны стремиться представлять поведение, информацию в понятном и полезном виде, который поддерживает маркетинговые цели организации и эмоциональные цели персонажей. Разумеется, визуальный дизайн в пользовательских интерфейсах не исключает эстетических соображений, но такие соображения должны находиться в рамке функционального каркаса. Графические дизайнеры обычно очень хорошо разбираются в визуальных аспектах и хуже представляют себе понятия, ближайшие в основе поведения программного продукта и взаимодействия с ним. Они способны создавать красивую и адекватную внешность интерфейсов, а кроме того, привносить фирменный стиль во внешний вид и поведение программного продукта. Для таких специалистов дизайн или проектирование интерфейса есть в первую очередь тон, стиль, композиция, которые являются атрибутами бренда, во вторую очередь прозрачность и понятность информации или же затем передача информации о поведении посредством ожидаемого назначения. Дизайнерам визуальной части интерфейса необходимы некоторые навыки, которые присущи графическим дизайнерам, но они должны еще обладать глубоким пониманием и правильным восприятием роли поведения. Их усилия в значительной степени сосредоточены на организационных аспектах проектирования. В центре их внимания находятся в соответствии между визуальной структурой интерфейса с одной стороны и логической структурой пользовательской ментальной модели и поведения программы с другой. Кроме того, их заботит вопрос о том, как сообщить пользователю о состоянии программы и что делать с когнитивными аспектами пользовательского восприятия функции. Информационные дизайнеры работают над визуализацией данных, содержимого из средств навигации. Усилия информационного дизайнера направлены на то, чтобы представить данные в форме, способствующие их верному истолкованию. Результат достигается через управление визуальной иерархией при помощи таких средств, как цвет, формула, расположение и масштаб. Распространенными объектами информационного дизайна являются все возможные графики, диаграммы, и прочие способы отображения количественной информации. Чтобы создать привлекательные и удобные пользовательские интерфейсы, дизайнер интерфейса должен владеть базовыми визуальными навыками, пониманием цвета, типографики, формой и композиции и знать, как их можно эффективно применять для передачи поведений, представления информации, для создания настроения и стимулирования физиологических реакций. Дизайнеру интерфейса также требуется глубокое понимание принципов взаимодействия и идеям интерфейса, определяющих поведение проекта. Дизайн интерфейса сводится к вопросу о том, как оформить и расположить визуальные элементы таким образом, чтобы внятно отразить поведение и представить информацию. Каждый элемент визуальной композиции имеет ряд свойств, и сочетание этих свойств придает элементу смысл. Пользователь получает возможность разобраться в интерфейсе благодаря различным способам приложения этих свойств в каждом из элементов интерфейса. В тех случаях, когда два объекта обладают общими свойствами, пользователь предположит, что эти объекты связаны или похожи. Когда пользователи видят, что свойства отличаются, они предполагают, что объекты не связаны. Элементы управления – это доступные для манипулирования самодостаточные экранные объекты, посредством которых люди взаимодействуют с цифровыми продуктами. Элементы управления – это базовые строительные блоги графического пользовательского интерфейса. Рассматривая элементы управления с учетом цели пользователя, их можно разбить на четыре основных категории. Командные элементы управления, применяемые для выполнения функций, элементы выбора, позволяющие выборы данной или настройки, элементы ввода, применяемые для ввода данных, элементы отображения, используемые для наглядного непосредственного манипулирования. Вектор элементов управления сочетает в себе свойства более чем одной категории. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Сullah